Это еще не конец. Солнечные пятна R3697 и R3664 снова находятся перед Землей и будут выстреливать в нас огромными потоками плазмы. Если эти солнечные вспышки попадут на наш земной шар, возникнут сильные геомагнитные бури. Ученые предупреждают, в мае 2024 года на нас уже обрушились самые сильные солнечные бури за последние 20 с лишним лет, и теперь их интенсивность снова возрастает. Ожидаемый пик текущего солнечного цикла может послать нам самую сильную солнечную бурю за всю историю. Ты был свидетелем световых зрелищ над Европой в мае 2024 года. В некоторых регионах ночное небо было кроваво-красным, в других местах сияли зеленые или голубые авроры. Эти великолепные авроры, которые обычно видны только в крайних полярных областях Земли, были вызваны огромной солнечной бурей. В северном полушарии сияние распространялось далеко на юг, а в южном полушарии игру красок можно было наблюдать далеко на севере. Вся Земля пострадала от воздействия потока частиц, который был настолько бурным, что защитный механизм магнитного поля нашей Земли не сработали. Электромагнитно заряженные частицы проникли в глубины атмосферы и подарили нам не только завораживающее сияние. Нам повезло в этот раз. После сильнейшего за последние 20 лет шторма лишь несколько региональных поставщиков электроэнергии сообщили о проблемах или перебоях в работе электросетей. Илон Маск с облегчением опубликовал диаграмму, показывающую, насколько хорошо его спутники выдержали шторм. Сценарий мог сложиться и по-другому. Солнечная буря такого размера, как майская вспышка, могла ввергнуть нас в глобальный кризис. Теперь же огромные солнечные пятна, ответственные за бурьи, снова набирают силу. Что же будет дальше? R3664 – тревожная активность на поверхности Солнца. Кто бы мог подумать, что X-факел разрушительных масштабов может разразиться всего за несколько недель. Ученые с тревогой наблюдали за происходящим на Солнце, и даже астрономы-любители могли практически невооруженным глазом увидеть невероятное. В течение нескольких дней несколько небольших солнечных пятен сквалицировали и вместе образовали огромное солнечное пятно, которое было в 15 раз больше нашего земного шара. 9 мая 2024 года спутник NOAA GOES-16 зафиксировал вспышку на Солнце в 20.00 по нашему времени. Огромный поток частиц оторвался от поверхности Солнца и направился в нашу сторону. Источником бури явно было солнечное пятно R3664. Вскоре после этого системы безопасности выпустили предупреждение о геомагнитной бури G4. Шторм G4 классифицируется как сильный по шкале геомагнитных бурь NOAA. И в худшем случае такая буря приносит нам перебои в работе электросетей и спутниковых технологий, нарушения в работе навигационных систем и околополюсного воздушного движения, а также дальнейшие сбои в работе магнитных или электрических систем. Буря как раз обрушилась на Землю, когда R3664 выпустил очередной поток частиц. 10 мая 2024 года спутники зарегистрировали интенсивную солнечную вспышку класса Х-5-8. Зрелище началось в 3.23 утра по центральноевропейскому времени, и буря бушевала все выходные, что вновь принесло нам великолепные авроры, но и ряд проблем с источниками питания. Тогда, 11 мая 2024 года, геологи впервые зафиксировали масштабную нагрузку на магнитное поле Земли. Заряженные частицы от Солнца так яростно взаимодействовали с атмосферой, что в магнитном поле появились региональные слабости и дыры. Мы пока не знаем, каковы будут долгосрочные последствия таких возмущений магнитного поля Земли. Мы можем только надеяться и молиться, что наша Земля выдержит такую нагрузку. Никто точно не знает, что может произойти, если магнитное поле нашей Земли выйдет из строя. Однако, если произойдет необратимое повреждение, то мы, несомненно, подвергнемся тревожному увеличению радиации. В худшем случае мы можем потерять атмосферу Земли, что может привести к долгосрочным последствиям, подобным тем, что были на Марсе. Так и продолжалось. 14 мая 2024 года. Шторм G5. Ученые предвидели это. Многие годы они предупреждали о том дне, когда шторм G5 подвергнет нашу цивилизацию самому суровому испытанию. 14 мая 2024 года время пришло. Самое большое на данный момент солнечное пятно произвело солнечную вспышку класса Х-8-7, которая сразу же вошла в историю как самая крупная за весь текущий солнечный цикл. Эта солнечная вспышка имела бы задатки бури класса G5. Вспышки такого типа приводят к мощным корональным выбросам, которые выбрасывают еще больше потоков частиц в сторону Земли. Последствия этого события на Солнце в очередной раз принесли на Землю длительные геомагнитные бури. 27 мая 2024 года она продолжилась. Наблюдалась еще одна мощная солнечная вспышка Х-класса. На этот раз коротковолновые радиопередатчики и приемники вышли из строя по всему миру. Пострадали международные радиопередачи, системы аварийной связи, морская и авиационная радиосвязь, а также военные системы связи. Обычные люди по всему миру с восторгом наблюдали авроры в тех регионах, где это явление обычно не встречается. Последняя геомагнитная буря в мае 2024 года, как оказалось, повлияла на магнитное поле вплоть до больших океанских глубин и оказала заметное влияние на глубоководные компасные системы, нарушив, например, подводную связь. Международные энергетические компании сообщали о региональных проблемах в системах линии электропередач, а ряд спутниковых операций был нарушен из-за возобновившихся сильных солнечных бурь. R3664 становится R3697. Чего мы можем ожидать? Знаешь ли ты, что мы можем ожидать угрожающих выбросов от Солнца круглосуточно? Вряд ли кто-то на осознает эту опасность? Солнечные пятна возникают постоянно, и им даже не обязательно быть такими большими, как R3664, чтобы создать нам проблемы. Даже меньшие солнечные пятна, которые иногда появляются очень быстро, могут выпускать огромные вспышки. Солнечные пятна возникают из-за интенсивной магнитной активности на поверхности Солнца. Солнце состоит из различных слоев, и магнитное поле в основном создается внутри него. Сами магнитные поля создаются за счет движения электрически заряженной плазмы внутри Солнца. Когда эти магнитные поля прорывают поверхность Солнца, они не дают горячей плазме подниматься изнутри, делая пораженные участки более холодными и темными. Это и есть солнечные пятна, которые мы можем увидеть невооруженным, но защищенным глазом с Земли, или с помощью соответствующих телескопов, в зависимости от их размера. Солнечные обсерватории, такие как СОХО, следят за Солнцем круглосуточно. О каждом изменении на поверхности немедленно сообщается, и ученые постоянно следят за солнечными выбросами. СОХО расшифровывается как Solar and Heliospheric Observatory. Это статичный космический зонд, который был запущен на орбиту совместными усилиями Европейского космического агентства и НАСА. С декабря 1995 года спутник наблюдает за нашим Солнцем на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. Таким образом, СОХО находится на орбите, очень похожей на орбиту нового космического телескопа Джеймс Уэбб. На Земле самая большая солнечная обсерватория находится на вулкане Халиакала на острове Мауи на Гавайях. Солнечные обсерватории значительно отличаются от обычных телескопов. Из-за прямого взгляда на Солнце им приходится работать со специальными технологиями фильтров и быть защищенными от постоянного солнечного излучения. В апреле 2024 года исследователи Солнца на Гавайях и специалисты, отвечающие за работу установки СОХО, наблюдали за формированием R-3664 – настоящего гиганта среди солнечных пятен. На восходящем пике солнечного цикла развитие все более крупных и угрожающих солнечных пятен – нормальное явление. И все же в этот раз все по-другому. Впервые с 2003 года R-3663 бомбардировала Землю солнечными бурями настолько сильными, что была объявлена постоянная тревога. После своей первой вспышки пятно один раз обошло вокруг пылающего раскаленного огненного шара вдоль оси вращения Солнца. После периода вращения в 27 дней оно вернулось обратно. Затем оно снова направилось прямо на Землю. И исследователей снова предупредили. R-3663 изменился, пока вращался по орбите вокруг Солнца. Вспышка или CME. Что интенсивнее? Трудно поверить, что на Солнце есть области, которые в 15 раз больше нашей Земли. И эти области холодные и темные. Солнечные пятна возникают из-за совершенно нормальных процессов внутри Солнца. Газы, плазмы и частицы пузырятся в различных лукообразных слоях. Магнитное поле вызывает такие потрясения, которые мы даже не можем себе представить. Миллиарды тон кипящего горячего вещества поднимаются, опускаются, пузырятся или резко охлаждаются, когда линии магнитного поля закручиваются внутри слоев. В результате образуется солнечное пятно, которое значительно темнее, чем все остальные окружающие области, а также более холодное. Из-за охлаждения и эффекта, который ученые называют магнитным пересоединением, внезапно высвобождается огромное количество энергии. И это явление известно как солнечные вспышки или корональные выбросы массы, или сокращенно CME. Разница между вспышками и CME заключается в формировании и количестве высвобождаемого материала. Солнечные вспышки вызваны быстрым высвобождением энергии, света и высокоэнергетических частиц из закрученных магнитных полей. CME, с другой стороны, представляет собой огромные пузыри плазмы и магнитных полей, которые вылетают в космос под действием солнечной короны. Когда эти пузыри попадают на Землю, они, как и вспышки, могут вызвать геомагнитные бури, нарушая работу электрических систем, спутников и навигационных систем и приводя к интенсивным аврорам. Вспышки обычно состоят из менее плотных потоков частиц, но они быстрее и поражают нас за несколько минут или часов. CME переносит большую массу, но им часто требуется несколько дней, чтобы достичь нас. Угрожающие перемены. R3664 превращается в R3697. Это еще не конец. Солнечное пятно R3664 могло бы распасться, но вместо того, чтобы угаснуть, оно изменило свою форму и теперь возвращается под названием R3697. Пятно, которое снова выросло, в будущем может продолжать наносить нам серьезный ущерб на Земле. Когда R3664 вернулась после 27 дней блуждания вокруг Солнца, оно претерпело разительные перемены из-за полосатости многих линий магнитного поля. После возвращения пятно было переклассифицировано в R3697, что вполне нормально. Переименование после круга вокруг Солнца – обычная практика, и она помогает исследователям постоянно наблюдать и анализировать подобные явления. R3697 сразу же продолжил свою необычайно интенсивную активность. 27 мая 2024 года на нас обрушилась вспышка X2-8, а всего через неделю R3697 выбросила в нашу сторону вспышку X1-4. Эти вспышки снова принесли нам геомагнитное возмущение и сбои в работе коротковолновых радиосистем по всему миру. Текущий солнечный цикл, известный как солнечный цикл 25, начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится целых 11 лет. Мы не узнаем, что принесет нам этот солнечный цикл, пока не пройдем пик. Мы находимся только в начале самой интенсивной солнечной активности. Ожидаемый пик придется на 2025 год. Если эти многочисленные мощные вспышки действительно были лишь предвестниками, то мы должны готовиться к экстремальному стрессу. Нажми на кнопку подписки прямо сейчас. Новые захватывающие видео появляются постоянно.